Необходимо срочно контрактовать газ в России. Это основной энергоноситель, который на сегодняшний день доступен в Украине. А насколько правильно покупать газ сейчас в России? Мы же получается, что в стране-агрессору, де-факто, платим деньги за газ. Уже заплатили. На сегодняшний день это единственный источник, который у нас есть. А реверс из Европы? Реверс из Европы имеет мощность порядка 60 миллионов в сутки. Он сегодня используется где-то на 35. То есть используется немногим больше, чем на половину. Тут в основном экономические причины, потому что реверсом идет тот же российский газ. И Россия в недостаточном объеме подает его в Европу. Из Европы просто трудно вытащить этот газ для нас. Хотя, конечно, он дешевле. Я еще о чем хотел сказать. К сожалению, у нас страшно стала политизированная жизнь в этом году. У нас все со всеми борются. Даже в революции мы видим, когда члены коалиции критикуют правительство, и наоборот. И в это время у нас упущено очень много резервов, очень много маленьких вещей, которые просто должны делать люди, профессионалы. Те, кто разбираются в энергетике. Я могу привести там пять примеров. Например, у нас зачем-то отменился с 1 января вступавший в силу закон, по которому в бензин нужно добавлять спирт, биоприсадки. Это, кстати, европейская директива, которая в рамках всего Евросоюза обязывает переходить на альтернативные виды топлива. В масштабах Украины, если бы он действовал, мы бы заменили где-то 250 тысяч тонн бензина. В деньгах это 250 миллионов долларов в год. Каждый год мы бы оставляли в своей спиртовой отрасли, где половина заводов стоит, где люди не работают. У нас бы запустилось 5-7 заводов, 2 тысячи человек получили бы работу. И в стране бы осталось... Это происходит по халатности, по недосмотру или кому-то выгодно? Ну, наверное, это вопрос членам действующей коалиции. Этот закон был действующим. Он приносил, точнее, экономил стране 250 миллионов долларов в год. Это давление на курс. Зачем его отменить? Вот у меня этот вопрос я хотел задать. Я хотел бы знать. Второй пример. И таких примеров нет. Ну, не с числами. Я могу что-то пять перечислить. Дайте я еще одно скажу. Вот тут у нас член Радикальной партии, а также член Комитета по топливно-энергетическому комплексу. Я не понимаю, зачем поднимать ренту на добычу природного газа в стране до 55%. При том, что сверху есть НДС, вы посчитайте свой бюджет. При том, что сверху есть НДС, еще 16,7%. Вы на тех людей, кто здесь частные деньги вложил в добычу газа, вы их обложили налогом 82%. Какой, извините, человек сюда придет вкладывать деньги?